Уплетаете ли вы все подряд, находясь у себя дома или вне дома, либо ограничиваете себя в еде? Дело, конечно же, ваше, ваш выбор, но, как сказать, красиво жить не запретишь, говорят, да? И вкусно есть. Да, красиво есть тоже не запретишь. Иногда, все-таки, когда ты видишь на прилавках, на витринах, в ресторанах явство, особенно в ресторанах, да, где это все полито, это все сделано, не в полуфабрикате, а в полной готовности, у тебя просто возникает неимоверное желание все это съесть, друзья. Но давайте этим займемся, почему нет? Тем более, я люблю то, о чем мы будем говорить далее. И не только ты. О с тобой никто не разговаривал сейчас, между прочим. Друзья, давайте познакомимся с нашей гостью, которая появилась у нас в студии, управляющей рестораном доставки японской кухни династия Суши, Татьяна Панчоха. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, Татьяна. Ну, расскажите, конечно же, сперва про компанию. Как давно вы на данном рынке услуг? Наша компания на рынке уже четвертый год. То есть мы стараемся как-то развиваться. Недавно мы открыли вторую нашу точку. Надеюсь, что это будет не наша последняя точка. Мы будем еще дальше развиваться и уже как-то выходить на более широкий уровень. То есть потребительский спрос требует расширения? Да. То есть одной точкой уже не вывозили суши, я бы сказал, не вывозили. Это было правильным решением, вы считаете? Я считаю, что да. Будем надеяться, что город тоже оценит. И тем более, что данные точки находятся в разных географических местах. И охват, все, все пошел, захват. Ну и, конечно же, хочется узнать, какие явства можно у вас заказать. Что это за прекрасное блюдо? Ассортимент. Что у вас суши и роллы, все? У нас японская кухня, пицца, горячие блюда, воки, десерты. То есть у нас большое меню, расширенное. И мы стараемся еще расширяться. У нас скоро будет обновление меню. Здорово. То есть что-то будет добавляться еще новенькое. Мы сейчас думаем с нашим шеф-поваром. Ну, чтобы вроде бы сделать то же самое, но и вроде бы как-то удивить людей. То есть шеф непосредственно участие принимает в расширении ассортимента, предлагает какие-то новые, опять же, блюда? Конечно. А вы вот сами их фантазируете, сочиняете? Или все-таки есть какие-то пожелания от потребителей, от покупателей, поедателей? Вот неплохо было бы, если бы у вас вот это появилось? Ну, конечно, мы смотрим на это, мы прислушаемся к нашим покупателям. Бывает, что что-то вот вроде подходит вкусно, но вот что-то не хватает, вот добавьте, пожалуйста, вот это. Мы, конечно, слушаем и стараемся делать так, чтобы покупатели остались довольны нашей продукцией. Естественно, как бы да. И угодите. Ну, так иногда необходимо. Ждите заявок после эфира от Валерия, он целый список представит того, что он хочет попробовать. Такой ролл скатаем, с мясом такой нормальный. Один большой целый. Да, на полкило где-то сейчас как навернем, навернем. Приходите, мы будем только рады. Лоблю на слове. Тебя не звали. Опять. Что ж, всегда принято говорить, ну, вкусная еда подразумевает качественную продукцию, да? Татьяна, какого же качества, то есть, данной продукции? Отвечаете ли вы за качество? Конечно. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Наши повары, конечно же, следить за качеством каждый день, за качеством, за свежестью. Но это японская кухня, и мы должны держать марку. Поэтому за качество мы отвечаем продуктам. Тем более, в японской кухне используются сырые продукты, ну, часть сырых продуктов, которые, ну, нельзя, они не могут быть просто некачественные, потому что это сразу дорога в белые халаты. Поэтому все свежо. Тем более, мне всегда нравились доставки, да, ресторан-доставки. Почему? Потому что у них даже продукты, у них они не залеживаются продукты, они не успевают. И это прекрасно, это не как ресторан, где один раз, может, неделю заказали, ну, где-то вот сели там в ресторан, специализирующийся на другой кухне ресторан. И вот у них эта рыба лежит и лежит, сколько уже неизвестно, сколько она лежала. А вот доставка, все клево. Пришел товар, быстро, оп, уже заказы, все сделали, все свежие, и еще давайте. Здесь, я думаю, главный критерий, показатель качества, это довольный клиент, который возвращается снова и снова. Значит, у вас вкусно, значит, у вас хорошо, и, конечно же, люди возвращаются, им хочется пробовать эту еду и каждый раз открывать для себя. Хватит, давайте разговаривать, уже, 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 уже. Я хотел поговорить о доставке, ну, то есть доставка посильная, доставка в любую точку города? В любую точку города. По графику работы доставки? С 10 утра до 11, вплоть до 11 часов вечера мы принимаем заказы. Время доставки. То есть это не надо в 10 приняли, чтобы до 11 успели довезти, это можно даже без 5-11, и тебе там уже в 3 ночи, в 5 утра. Я шучу, конечно. Конечно. Доставка у нас есть в любую точку города, по времени все зависит от заказов, конечно, но стараемся максимально быстро. Максимально, как бы, в течение часа, бывает, даже раньше привозим. Ну, это всяко быстрее, чем готовить дома. Просто мы так себя настраиваем, алё, позвонил, я уже сейчас хочу есть, уже, Альц, думаешь, он около двери же стоит постоянно, этот человек же ждет, говорит, ой, а может, совсем ассортимент там, блин, да. Сейчас может вам вверх сейчас закажут, говорит, я стою и жду. Вот представьте, если вы будете готовить дома, ну, это займет тоже не меньше, там, тех же 40 минут, часа, правильно, полутора. Но при этом вы еще устанете, уже есть, перехотите. И там грязно мыть все, а тут съел, мешочек, все. Конечно, так сидишь дома на диванчике, тебе курьер приехал, звоночек позвонил, ты пакетик забрал, поел и сытый. Да, и мыть ничего не надо. И мыть ничего не надо, точно надо. И сложил вот эти мешочки, утром, захотел бы, не захотел, не вынес. Ну и пусть еще постоит. Да. О еде говорить можно бесконечно, тем более о японской кухне, да, и не только, подтверждая ваши слова, в ассортименте. Хочется поговорить всегда о приятном, более приятном, какие-то халявушки, какие-то акции, бонусы. Я уверен, что вы не просто предлагаете продукцию, но и, конечно же, какие-то сюрпризы преподносите. Конечно, у нас большое разнообразие акций, есть скидка именинникам, то есть мы очень рады, что у нас именинники приобретают продукцию нашу. Есть скидка на самовывоз, если люди приходят, забирают. Также есть бесплатная доставка, подарки при доставке, подарки при самовывозе. Есть акции по будням, то есть у нас достаточно большое количество акций и стараемся что-то еще новенькое придумать. Ну и я как узнал чуть ранее, что вы розыгрыш постоянно устраиваете группу ВКонтакте. Да, кстати, у нас сейчас проходит розыгрыш ВКонтакте, набор Zara Post. Он проходит раз в две недели и случайно мы потом через проложение выбираем покупателя. То есть всегда можно еще и на халяву поесть? Конечно. Вот это приятно. Тебе лишь бы на халяву поесть, конечно. Так всегда. А Валерка, плати, а ты на халяву. Ну что ж, подведя итог нашей беседы о еде, правда, это вот так соблазнительно говорить о еде, как бы мы не отвлекались. Династия суши есть, они расширяются и расширились уже и планируют в дальнейшем. Друзья, у вас только желание, конечно же, заказывать. Всего что набрать номер. Чем больше вы будете заказывать, тем ближе будет ресторан к вам, правильно же? Конечно. Потому что если вы будете двумя точками исправляться, давайте еще четыре откроем. И там уже и доставка, и доступность будет гораздо быстрее. Поэтому все в наших руках, естественно. Огромное спасибо, огромное спасибо. Татьяна Панчохова у нас в гостях была, управляющая рестораном доставки японской кухни «Династия суши». Вам только процветание. Спасибо. Только улыбок и сытых, довольных лиц вам в любом случае. С вами, дорогие друзья, мы ни в коем случае не прощаемся. Продолжаем наш прямой эфир. Сегодня, кстати, Всемирный день мотоциклиста. Кто бы мог подумать, представляешь? Интересно. А таких любителей железного двухколесного коня огромнейшее количество в нашем городе. Давайте посмотрим следующий сюжет, который и поздравит всех мотоциклистов с их днем.